И сегодня я хочу поговорить как раз о той проблеме, которая существует в 21 веке, и поднять немножко эту проблему и показать, какие у нас есть продукты, благодаря которым мы сможем помочь иногда себе, иногда нашим окружающим, нашим близким. Ну и некоторые, может быть, сериотипы развеять, потому что некоторые люди думают, что чтобы похудеть, это нужно употреблять какую-то химию, какие-то таблетки, ходят к гадалкам или еще что-то делают. Нет, на самом деле все очень просто, нужно просто понимать кое-что и кое в чем разбираться. Сейчас, конечно же, благодаря интернет, много людей знает, в принципе, что нужно делать и как нужно делать. Тенденция идет к тому, что все больше и больше людей все-таки начинают следить за своим внешним видом и интересоваться вообще фитнесом, интересоваться здоровым питанием. И наше дело, конечно же, помочь, помочь этим людям найти правильный продукт. Почему нужно вообще интересоваться лишним весом и нужно интересоваться питанием и балансом? Потому что 40% заболеваний, которые приводят к смерти преждевременной, это как раз заболевания, которые связаны с правильным питанием. Да, 30% заболеваний, это то, что, скажем так, связано с отсутствием физических нагрузок, да, у человека. И всего лишь 12% связано с экологией, да, то, на что иногда нам говорят, вот, у нас такая экология. Всего лишь 8% с наследственностью, да, иногда, знаете, иногда очень такие тушные люди говорят, что вот у меня так наследственная, да, у меня такая мама была, бабушка. На самом деле это все в основном привычки. Это привычки людей, которые были у бабушки, у мамы, да, и никто, как бы, не мешает нам эти привычки поменять. И, да, конечно, поменять привычки очень тяжело, но кто-то это должен сделать, если мы не хотим, чтобы наши дети были, повторили то же самое. Вот, собственно, вот такая вот статистика, да, это, я бы сказал, эпидемия ожирения. Если посмотреть на эту диаграмму, вы можете увидеть, что в 97-м году порядка 1 миллиарда человек были с излишним весом. Да, то в 2015-м это 2,3 миллиарда с излишним весом. И, вы знаете, это практически в 2,5 раза, и это как раз, ну, это огромная проблема, и ученые бьют тревогу, потому что в 2020-м году, в этом году может быть порядка 4 миллиардов. Вот, почему мы стали страдать от этого как раз недуга, как вы считаете? Напишите, пожалуйста, в чат, по вашему мнению, почему, ну, большинство людей сейчас, ну, многие люди сейчас страдают от этого, из-за чего? Я думаю, вы знаете ответ. Все очень просто, это баланс, физику, наверное, все учили, да? Приход-расход, все же очень просто, да, но что нужно, чтобы похудеть? Больше двигаться, меньше есть, правильно? Да, неправильный образ жизни, неправильные привычки, мы мало двигаемся, мы много едим, много едим не той пищи, которая нужна для нашему, нашему организму. Зачастую это пища, которая быстро усваивается, это быстрые углеводы, закисление организма, да, все верно. Я забыл сказать, что я не врач, не специалист в этих, ну, скажем так, проблемах, поэтому, если я что-то не то говорю, вы мне объясните, я просто, как бы, ну, скажем так, за эти два с половиной года, уже за три года почти в компании, уже, ну, некоторые вещи узнал, и этим, в принципе, интересовался всегда. Но хочу вам показать основные моменты, да. Первая причина, мы стали меньше двигаться. Да, это то, о чем вы говорили, и то, о чем, в принципе, большинство людей знают, и это, как бы, не просто с потолка придумано, это данные Всемирной Организации Здравоохранения, да, и как раз раньше человек, который трудился где-то на огороде, или трудился где-то в шахте, конечно, ему нужно было намного больше калорий, сейчас большинство людей все-таки работают или в офисе, или дома, но, скажем так, физической нагрузки таковой уже нет. Конечно, кто-то ходит в зал, но это не сравнится с тем, чтобы целый день тратить калории где-то там в шахте. Вот, потому что, не, ну, смотря какой, конечно, у вас вид спорта, ну, как правило, это намного меньше. Следующая причина, наша пища стала менее полезной и более калорийной, да, и в принципе, так получается, что у нас очень много углеводов в пище, да, и действительно, благодаря, ну, скажем так, развитию нашей цивилизации, у нас пища в основном сейчас переработанная, это бизнес, да, на этом делаются большие деньги, кому-то это выгодно, конечно же. Сейчас, конечно, идет развитие, вы видите, да, есть различные эко-магазины, эко-лавки, продукты там грубого, ну, скажем так, грубой обработки, да, и хлеб, и хлебцы различные, и, скажем так, сладости даже есть, которые не такие вредные, вот, но это все еще настолько мало, что, ну, это не дает того результата. Третья причина, благодаря рекламе, нашей жадности, величина наших порций стала больше. Мы реально начали кушать больше, да, и мы начали кушать больше, как раз неправильной еды. Четвертая причина, это огромный ассортимент, да, мы стали покупать больше. В супермаркетах товаров просто, ну, в полки валятся. От этого ассортимента маркетологи настолько уже, ну, продумывают все, да, выставляют продукты с таким умом, что, ну, просто невозможно, ну, вы знаете, эффект супермаркета, да, невозможно зайти в супермаркет и купить только то, зачем ты туда шел. Ты в любом случае покупаешь какие-то попутные товары, да, эти товары лежат как раз на уровне наших глаз. А если вы идете с ребенком, то возле кассы обязательно ребенок потянет киндер или какую-то шоколадку, да, у меня ребенок, ему меньше, чем два с половиной года, но мы заходим в магазин и он уже тянет киндер. Ну, как я могу отказать ребенку? Да, и это как раз вот то, что является тоже одной из причин. Ну, и, конечно, реклама, это само собой. Что нужно делать? Как действовать? С чего начинать? Да, это тот вопрос, который многие задают себе, да, конечно же, нужно менять привычки. Да, есть несколько таких основных подходов. Первый – это голодание. Напишите, пожалуйста, поставьте плюсик, кто когда-либо сидел на какой-то диете, голодал, уменьшал калории, ну, скажем так, что-то менял в своем привычном рационе. Есть такие люди. Я поставлю плюсик, тоже у меня было такое дело, когда я себя пытался в чем-то ограничить, сесть на какую-то диету. Как правило, это приводит не к очень хорошим результатам. Да, к чему это приводит? Но если вы употребляете меньше пищи, как правило, ваш организм получает меньше белков и меньше полезных веществ. И, соответственно, у вас уменьшается энергия, у вас ухудшается самочувствие, соответственно, вы теряете мышцы, и таким образом можете терять здоровье. Это все такое, как замкнутый круг. И если вы начинаете больше кушать, то у вас, как правило, в вашем организме появляется, но вы употребляете больше простых углеводов, больше жиров, потому что пища наша, ну, как правило, насыщена этими продуктами в наше время. Ну, и, соответственно, вы получаете больше калорий, больше избыточного веса, больше жира. Ну, и это приводит как раз к тем проблемам, о которых мы говорили. Обмен веществ замедляется с каждым годом у человека, да, и если вы будете голодать или садиться на какие-то диеты, то это еще больше будет замедлять обмен веществ. Я думаю, многие из вас знают, да, что, чтобы разогнать обмен веществ, да, это то, как раз, что нам нужно делать, это чаще кушать. Да, диетологи советуют кушать небольшими порциями 5-6 раз в день. Да, это как раз помогает разогнать обмен веществ, чтобы быстрее пища наша переваривалась, усваивалась, вот, но со временем, особенно после 30-40, ваш обмен веществ уменьшается, и вам нужно кушать со временем меньше. Да, и каждый год вы должны на 3% уменьшать количество съеденной пищи, количество калорий, вот, или же просто кушать чуть-чуть другую пищу. К чему приводит обычное ограничение в числе калорий, да, то есть, если вы просто считаете калории, уменьшили их, ну, во-первых, вы постоянно будете подвержены стрессу, да, у вас будет постоянно чувство голода, да, а со временем ваш обмен веществ будет замедляться, и это приведет к упадку сил, вялости, у вас может снизиться иммунитет, ваши мышцы начнут распадаться, потому что, ну, организм так устроен, да, что он, он в первую очередь отдает мышцы, да, и, как правило, если меньше мышц, то вам, в принципе, и меньше нужно калорий, поэтому тут такой замкнутый круг, казалось бы, хотите, чтобы больше был обмен веществ, нужны мышцы, да, но если вы голодаете, то мышцы, они будут распадаться, вот, ну, и, конечно же, обычно это приводит к каким-то психологическим срывам, и потом, когда вы выходите из диеты, вы просто начинаете переедать, и я очень много знаю таких людей, я знаю по себе, особенно, если я целый день ничего не ел, вечером я съем намного больше, да, и это как раз, ну, это подтверждено учеными, что так это происходит, вот, поэтому простое ограничение в еде, только усугубляет ситуацию, поэтому это не очень хороший способ, да, и если вы будете, ну, голодать, то через какое-то время, как правило, вы будете набирать вес, и я не помню точную статистику, но, по-моему, только 3% людей, после того, как они сидели на диетах, смогли сохранить этот вес, как правило, люди потом набирают, и зачастую набирают еще больше, вот, поэтому второй выход, это как раз балансированное питание, и в чем баланс? ну, то есть, баланс, на самом деле, очень простой, вы просто уменьшаете количество углеводов, да, но увеличиваете количество жиров, ой, количество белков, я извиняюсь, и количество жиров тоже можно немножко увеличить, но не стоит увлекаться жирами, особенно для женщин, это очень важно, жиры участвуют в очень серьезных процессах, в организме, наш мозг строится, да, из жиров, и особенно такие жиры, как омега-3, и это очень важно, поэтому основная наша проблема, это как раз углеводы, убрать углеводы, вот основное, вот есть такой интересный пример, Министерство здравоохранения многих стран рекомендует людям включать, ну, минимум 60% углеводов в свой рацион, в то же время Ассоциация производителей говядины США рекомендует корм для своих коров, состоящих на 60% из углеводов, да, ну как, ну, коровы должны при этом толстеть, расти, да, а человек должен при этом оставаться в нормальном весе, вот, ну, на самом деле это все, это все бизнес, да, и как правило, то количество калорий, которое мы употребляем, должно быть больше из белка, из жира, но не из углеводов, как белок помогает нам бороться с лишним весом, ну, во-первых, белок это наш строительный материал, да, и белок помогает поддерживать нашу мышечную массу, да, особенно если вы будете еще заниматься физическими нагрузками, то есть каким-то спортом, то вы будете сжигать намного больше калорий, чем такой же человек с таким же весом, но с неразвитой мышечной, скажем так, тканью, вот, белок препятствует резкому подъему и падению уровня сахара в крови, это очень важно, и вы, ну, не так быстро хотите кушать снова, да, я думаю, вы это тоже прекрасно понимаете, если вы кушаете белковую пищу, особенно это касается завтрака, то вы очень долго чувствуете сытость в организме, вот как раз эта диаграмма, она об этом показывает, потому что если вы утром, допустим, покушали, или вообще не покушали, да, это вот то, ну, та проблема, которая существует у многих, поставьте, пожалуйста, цифру 0, если вы утром не завтракаете, и поставьте десятку, если вы всегда завтракаете, ну, пятерку, если вы так, иногда завтракаете, иногда нет, вот, вы знаете, да, есть разные люди, и вы знаете, я когда-то к этому относился очень так, ну, несерьезно, и мнения в этом плане расходятся, когда-то я читал Поля Брега, искусство голодания, где, в принципе, он говорил, что завтракать не обязательно, нужно заслужить, это все очень, очень относительно, да, вот, но, как бы, последнее, последние исследования говорят о том, что завтрак очень важен для нас, и очень важно, чтобы этот завтрак был, как раз, содержал в себе достаточное количество белка, и углеводов сложных, и белка, почему это важно, потому что, если мы не позавтракали, то наш, ну, скажем так, уровень сахара в крови падает, да, то есть, у нас чувство голода просыпается, когда уровень сахара падает ниже нормы, да, и после этого нам хочется чего, но прежде всего нам хочется пополнить, как раз быстро пополнить уровень сахара, в крови, и чтобы этот уровень сахара пополнить, что мы едим, как правило, это происходит в обед, мы едим кофе с шоколадкой, да, или какой-то булочкой, это как раз наш организм требует быстро повысить этот уровень сахара в крови, да, и это как раз вот быстрые углеводы, чтобы этого не происходило, нужно утром завтракать качественным белком, да, ну, помимо белка, конечно, нужны и жиры, и углеводы, но если у вас будет белок, вы будете намного дольше сохранять чувство сытости, утром, конечно, нужен белок более легко усваиваемый, если вы поедите жареного мяса, это не очень хорошо для организма, да, некоторые считают, что яичница, это вот очень хороший завтрак, вот, некоторые считают, что не очень хороший, вот, но это все очень относительно, смысл в том, что если вы не завтракаете, вы можете вот так вот целый день, свою систему эндокринную, наверное, да, врачи мне скажут правильное, вы можете ее гонять туда-сюда, это очень плохо для нашего организма, потому что уровень сахара то падает, то поднимается, и, соответственно, уровень инсулина тоже, поэтому, если вы не посавтракали, вы голодные, к обеду вы едите сладкую, ну, или какую-то из простых углеводов пищу, это поднимает уровень сахара, да, потом через, эта пища быстро переваривается, очень быстро вы хотите кушать, вспомните Макдональдс, да, вы покушали, вы съели очень много, но через несколько часов вы опять хотите кушать, правда? У кого было такое? Ставьте плюсики в чат и участвуйте. Вот, это как раз и говорит о том, что эта пища быстро переваривается, это легкие быстрые углеводы, вот, а если вы покушали какую-то пищу более грубую, да, и там есть клетчатка, там есть овощи, там есть, допустим, там мясо или рыба, или какие-то белковая пища, или творог, то этот белок намного дольше усваивается, чувство голода к вам не приходит так быстро, вы можете там 4-5 часов чувствовать себя хорошо, и кушать, в принципе, не хотеть, вот, ну, а быстрые углеводы очень быстро потом приводят, опять же, к тому же самому голоду, и опять к тому, что вам хочется как раз сладкого, хочется углеводов, вот, вы знаете, вот такой эксперимент классный проводили, когда обычных мышей, их посадили на такую диету из жировых углеводов, при этом количество калорий не увеличили, то есть просто перевели на такую диету, мыши стали быстро набирать вес, потом через месяц вернули к обычному питанию, то есть там, где были белки, то есть, но количество калорий осталось то же самое, и мыши вернулись к прежнему весу, это говорит о том, что, ну, не только количество калорий приводит нас к ожирению, а и качество этой пищи, да, то есть, в чем эти калории состоят, или же мы берем калории из белка, или же мы берем калории из углеводов, это абсолютно, абсолютно разные вещи, к чему приводит такой дисбаланс питания, ну, вы видите, да, здесь на слайде, хроническая усталость, головные боли, ожирению, что потом приводит к инфарктам, инсультам, диабету, артриту, раку и так далее, да, это очень, ну, такие серьезные заболевания, и не хочу вас сегодня пугать вечером, перед сном, но хочу вам дать такой вот совет, с чего должен состоять, ну, правильный прием пищи, ну, первое, он должен нести энергию, ну, это понятно, я думаю, да, то есть, мы кушаем, но для того, чтобы пополнить энергию, второе, он должен нести нам полезные вещества, которые нужны для нашей жизнедеятельности, да, конечно, нужна вода, да, вода, это основа, с этого нужно начинать, и первым делом, когда вы просыпаетесь, вам нужно пить воду, кто еще этого не делает, ребята, начните это делать, и вы заметите, что даже просто начав пить воду, там, два с половиной, три литра, там, каждый по себе должен выбирать, вы можете уже на этом сбросить несколько килограммов, просто начав пить воду, особенно, если вы будете пить ее с гелями алоэ вера, и с пробалансом, у нас есть такие примеры, у нас есть люди, которые ничего не поменяли, просто добавили гель, пробаланс, и воду, и они уже сбросили вес, причем, очень, очень заметно, и существенно, что не должен нести прием пищи, пустые углеводы, да, это как раз первая причина, почему у нас выделяется уровень сахара, уровень глюкозы в крови подымается, да, и потом, помните, да, выделяется инсулин, чтобы это все дело погасить, и это приводит к тому, что мы раскачиваем нашу эндокринную систему, правильный прием пищи должен содержать не менее 20 граммов белка, это, конечно, усредненные цифры, понятно, что все зависит от вашего веса, вот, но это среднее, максимум он должен содержать 20-25% всего калорий, всего вашего рациона, о чем это говорит, о том, что вы не должны переедать, да, о том, что вы должны ваш рацион разбить минимум на 4 приема пищи, 4-5 приемов пищи в день у вас должно быть, это как раз проблема тех людей, которые утром ходят с работы и вечером приходят, мы как раз благодаря нашим продуктам можем решить эти проблемы, да, как раз вот эти вещи, жизненно важные витамины и минералы, не менее 3 граммов клетчатки, не менее 3 граммов полезных жиров и должны содержать хорошие углеводы и аминокислоты, хорошие в смысле сложные, да, то есть, но их еще называют длинные, да, те, которые долго усваиваются в нашем организме, где взять такой прием пищи, конечно, мы можем приготовить это все, сейчас есть очень много продуктов в супермаркетах, вы можете купить правильные продукты, но, как правило, для этого у нас не хватает времени, есть классная альтернатива, это как раз наши продукты, и это наши продукты с высоким содержанием белка, да, какие у нас есть продукты, да, у нас есть коктейли, слимактив, фигуактив и супы, сейчас у нас появился классный протеин, это действительно классный продукт, это протеин, который содержит в себе 5 видов белка, и этот белок абсолютно разный, потому что некоторые белки усваиваются дольше, некоторые белки содержат все аминокислоты, которые нужны для нашего организма, некоторые содержат неполный набор, вот, ну, собственно, вот можете увидеть процент белка, который содержится в 100 граммах, да, и в 100 граммах нашего коктейля 36 грамм белка, да, в 100 граммах индейки, допустим, да, 25, да, если взять, допустим, горошек зеленый, там всего лишь 5%, или молоко безжиренное, там всего лишь 3%, в 100 граммах, вот, поэтому, собственно, вы можете для себя выбрать, откуда вы будете черпать белок, и хочу подвести вас к нашим продуктам, потому что откуда как бы появились эти продукты, конечно же, это все, все инновации шли из, ну, скажем так, из НАСА, да, это, первопроходцы, это, конечно же, наши дети, это мы в детстве, потому что иногда я слышу такую, ну, люди иногда говорят, ой, эту химию я не хочу употреблять, да, вот эти все БАДы, там различные какие-то коктейли, добавки, но на самом деле, все мы их употребляли, когда мы переходили с грудного вскармливания на обычную пищу, да, и все мы кушали, когда-то была каша малыш, сейчас тоже есть малыш, но есть уже эта отрасль намного больше, ну, развита, и, да, есть очень много брендов, и, конечно же, это все, ну, это полезные продукты, я не могу сказать, что это химия, это органические продукты, которые действительно нашим детям, есть огромные институты, огромные финансы инвестируются, да, в эту отрасль, вот, и поэтому, когда мы употребляем коктейль, то мы употребляем качественный продукт, ну, основа этих всех продуктов, да, это, ну, скажем так, то, что мы можем заменить один прием пищи, во-первых, это сбалансированный состав с высоким содержанием белка, да, очень строгий контроль качества, особенно в нашем случае, это немцы, да, вы знаете, немцы очень славятся своими продуктами, продуктами биодобавками, да, и я знаю, что есть детское питание, которое делается в Германии, оно очень ценится, да, и все товары, которые являются добавкой к пище, ну, немцы делают действительно на высшем уровне, в основе только натуральные продукты, никакой химии, это все органические натуральные продукты, важно, что здесь у нас есть полный витаминно-минеральный комплекс, да, и, конечно же, немаловажно, что мы имеем классный вкус, и не нужно готовить, не нужно что-то варить, да, если мы берем, говорим про коктейли, то просто смешать, добавить молока, воды или сока, и это очень, ну, здорово экономит время, если взять, допустим, наш коктейль, ну, у нас фигу активно называется, да, плюс добавить туда 300 грамм молока, ну, допустим, я люблю с молоком, если кто-то любит с водой, напишите, пожалуйста, вода, кто-то любит с соком, напишите сок, вот чем вы любите наш коктейль, я знаю, что здесь большинство все-таки партнеры, которые уже, ну, пробовали, наверное, эти продукты, мне нравится с молоком, я стараюсь брать нежирное молоко, и, кстати, напишите ваш любимый вкус, у нас есть три коктейля, три вкуса, напишите ваш любимый, просто интересно, вот в такой порции получается у нас 20 граммов качественного белка, который легко усваивается, 12 витаминов, 10 микроэлементов, есть у нас клетчатка 2,5 грамма, и правильные углеводы, ой, есть люди, которые все смешивают, банан, клубника, латте и ваниль, вода и фрукты, супер, ну, фрукты, это вы, скорее всего, в блендере смешиваете их, да, кефир, йогурт, молоко, банан, клубника, да, супер, отлично, действительно, у нас очень вкусные коктейли, и хочу дать несколько дополнительных советов, конечно, та программа, которая у нас сейчас есть, Body Mission, да, это уникальная программа, потому что она, ну, скажем так, упакована в один продукт, да, и у нас есть, действительно, поддержка, онлайн поддержка, у нас есть код доступа, там есть поддержка и психолога, и информация по нагрузкам, информация по блюдам, и, знаете, те супы, которые у нас есть, ну, не все любят, допустим, у меня Вика с утра кушает коктейль, моя жена, да, а вечером ей нравится суп, да, и некоторые люди, ну, не очень любят коктейли, им подходят супы, я в суп добавляю иногда куриную филешку, или там кусочек рыбы, и это очень классно, чуть зелени, получается очень вкусно, особенно, когда куда-то едешь, ну, мы с собой постоянно берем коктейли в сухом виде, супы, и, ну, это очень удобно, моя жена уже, наверное, последние месяца два, она завтракает этим коктейлем, она сейчас чувствует себя замечательно, она сбросила несколько лишних килограммов, хотя у нее там особо и не было прям лишнего, ну, она так не считает, конечно, вот, и действительно, это очень классные продукты, вот, итак, первый совет, «Питайтесь чаще», да, то, о чем мы говорили, очень важно не пропускать завтрак с белками, нужно питаться 5-6 раз в день небольшими порциями, да, не нужно питаться по мере наступления голода, потому что бывает так, что мы чем-то заняты, мы так увлечены, что мы можем целый день не кушать, да, и это очень нехорошо, потому что потом, как правило, мы переедаем, но если у вас, скажем так, вы чувствуете голод, то нужно было покушать еще час назад, пока этого голода не было, вот, питаясь 2-3 раза, у нас, как правило, получается переедание, и это приводит к переизбытку, я думаю, вы уже все знаете, да, что организм таким образом начинает накапливать, да, потому что это своего рода стрессы, да, и он начинает накапливать на потом, как раз вот эти вот калории в виде лишнего жира, совет номер 2, пейте воду, да, это я бы сказал совет номер 1, я бы их поменял, наверное, местами, потому что нужно начинать с воды, да, вода это основа, и как минимум 2-2,5 литра в день, если ваш вес, ну, скажем так, выше среднего, то и воды вам нужно пить больше, я бы сказал, это самый минимум, учитывая, что это лето, нужно пить воды еще больше, и наш продукт такой, как пробаланс, это просто супер, супер нужный продукт, который, ну, позволяет вам, ну, скажем так, организм насытить минералами полезными, и самое главное, держать ВПА вашего организма в норме, не закислять, потому что большинство продуктов, которые мы употребляем, они закисляют наш организм, ну, конечно же, вода очень важна, нужно, опять же, хочу оговориться, что вода, имеется в виду вода, если вы пьете какую-то газировку сладкую, да, там типа Кока-Кола, или вы кушаете суп, это не считается водой, если вы пьете чай или кофе, это тоже не вода, это еда, поэтому вам нужно пить именно воду, чистую воду, без ничего. Третий совет, держите тело в тонусе, то, о чем я также говорил, ваши мышцы, равняется ваш метаболизм, если мышцы в тонусе, метаболизм будет тоже быстрым, правильным, и вам, ваш организм будет без проблем переваривать калории, и вы тогда не будете волноваться о том, что вы съели лишнюю, какую-то сладкую вкусняшку, сегодня вечером, и завтра у вас появится лишний вес, если вы будете в тонусе, вам будет абсолютно, ну, вы не будете бояться таких вот мелочей, совет номер четыре, потребляйте продукты с большим содержанием белка, как правило, белка у нас, ну, скажем так, недостаточно, да, в нашей, в нашем рационе, у нас переизбыток углеводов, белок помогает поддерживать мышечную массу, и как раз таким образом помогает метаболизм разогнать, белок, конечно, помогает нам быть более долго, ну, чувствовать сытость, вот, если вы хотите поддерживать свой вес, вы должны примерно рассчитывать 1 грамм белка на 1 килограмм веса, если вы хотите сбросить вес, то вам нужно больше белка, где-то полтора грамма белка, но если вы хотите набрать вес, я имею в виду мышечную массу, да, или если вы занимаетесь спортом, если вы занимаетесь там, ну, тяжелыми видами, я имею в виду, в зале, там, таскаете железо, да, грубо говоря, как говорят мужчины, то вам нужно порядка 2 грамм белка, а некоторые, те люди, которые занимаются этим профессионально, употребляют 3 и больше грамма белка на килограмм веса, ну, вот средние цифры вот такие, вот на них примерно ориентируйтесь. Совет 5. Потребляйте здоровые натуральные продукты. Я думаю, это тоже понятно, все, что минимум обработано, цельные, зерновые, необработанные, овощи, постарайтесь минимум каких-то, какой-то обработки, да, то есть, если можно съесть, ну, грубо говоря, там, овощ в виде в сыром, кушайте его сырым. Да, натуральные орехи, это будет давать нам полезные микроэлементы, различные масла, рыбу, морепродукты, постное мясо, давайте, конечно же, приоритет постным сортам мяса, да, то есть, это может быть, ну, или говядина, или же индейка, или же, может быть, у вас есть возможность траусиное мясо кушать, да, очень полезное и хорошее. В последнюю очередь, конечно, пусть это будет курица, я имею в виду жирная, и свинина, то есть, то, от чего желательно отказаться. Избегайте синтетических и законсервированных продуктов, да, это те продукты, которые замедляют обмен веществ. Шестой совет, замените мучные продукты, сладости на овощи и фрукты, то есть, если вы просто замените различные булочки, хлеб, выпечку и так далее на овощи и фрукты, вы значительно сможете улучшить свой обмен веществ и сбросить лишний вес, уже, скажем так, ну, больше ничего не делая. Ужина эти не позднее, чем за 2 часа до сна. Это тоже очень важно, потому что некоторые люди говорят, да, что мы там после 6 не едим. Все очень относительно, нужно кушать и просто нужно понимать, что вы едите. Если вы, конечно, жирную сковородку с жареным мясом и с картошкой перед сном поедите, это очень нехорошо, да, или же каких-то сладостей. Очень важно, если вы хотите сбросить вес, углеводы перемещайте на, у нас все-таки на дневное время, то есть, вечером нежелательно кушать углеводную пищу. Вот, поэтому ужин найти не позднее, чем за 2 часа до сна. Но и не за 6 или 7 часов, чтобы вы не ложились голодными. Это тоже очень важно, потому что, если вы в 6 часов покушали и легли в 12, то это не очень, не очень правильно. Вот. Итак, какой вывод мы можем сделать? Создав баланс питания и придерживаясь с таким обычным рекомендациям, вы можете получить ощутимый результат буквально через неделю. И есть очень много примеров, примеров людей, которые это уже сделали, да, которые употребляют наши продукты, да, если вы, ну, мы, скажем так, с женой каждое утро употребляем, у нас утро начинается с воды, да, это, ну, минимум стакан воды, лучше 2 стакана воды. Это гель, обязательно гель, я пью Freedom, да, это то, что помогает, потому что у меня есть проблемы с суставами. Моя жена пьет в основном персик и наш Тимофей, которому 2 годика и 3 месяца, он тоже пьет персик. Вот, мы, конечно же, потребляем про баланс вот, в течение дня и стараемся, стараемся завтракать коктейлем. Вот, есть у нас батончики, это тоже очень вкусно, есть у нас супы, есть у нас протеин. Вот, так, это все я пролистываю. Что нам дают наши продукты? во-первых, это приводит к здоровому весу, вы будете чувствовать себя хорошо, вы будете, у вас будет хороший иммунитет, вы будете, ну, более здоровы и дольше, дольше себя чувствовать. И вот, примеры нашего наставника, Генриха Эрдмана, это человек, который сейчас, вы, наверное, многие знаете, да, что он, ну, скажем так, очень серьезно занимается собой, он участвует в марафонах, на длинные дистанции, он участвует в Айрон Мэне, ну, скажем так, это человек, который, ну, серьезно занимается собой, хотя когда-то вы можете увидеть эту фотографию, вы можете увидеть, какой его был вес и как он выглядел, да, то сейчас, конечно, это совсем другой человек, да, и выглядел он намного, намного хуже раньше. Вот, некоторые примеры, я бы хотел, чтобы через полгодика, год мы сделали тут свои примеры, да, я уверен, что уже таких примеров много, просто нужно собрать эту базу, вот, есть, допустим, примеры наших коллег, результаты, результаты очень такие есть, серьезные, да, и люди, которые, ну, имели действительно серьезные проблемы, лишний вес, и вот сейчас они здорово себя чувствуют, благодаря нашим коктейлям, Slim Active, вот, как мы можем помочь? у нас есть, конечно же, ну, прежде всего, у нас есть Body Mission, да, у нас есть сейчас Клуб 100, вы можете найти этот Клуб 100 в соцсетях, да, и подписаться обязательно, там есть постоянно выкладываются, ну, выкладываются результаты, выкладываются вебинары, Генри Хердман их в основном проводит, у нас сейчас появились продукты, да, для, как раз для этого всего дела, то есть, у нас есть полностью все, что нужно для того, чтобы улучшить свою жизнь, и улучшить жизнь нашим окружающим, нашим близким, вот, обязательно попробуйте, если вы этого не пробовали, попробуйте наши коктейли, попробуйте наши батончики, наши супы, и я желаю вам иметь здоровый вес, отличное самочувствие, и, конечно же, не запускать себя ни в коем случае, если у вас есть несколько там лишних килограммов, то лучше сейчас уже об этом позаботиться, и вы будете себя чувствовать замечательно, вот, в принципе, у меня все, спасибо всем, кто был этим вечером с нами, я вам желаю успеха, вам желаю хорошего вечера, и пусть этим летом на пляже мы будем чувствовать себя хорошо, уверенно, и, конечно же, наши продукты могут нам в этом помочь. Всем доброй ночи, всем пока-пока, увидимся на событиях.